Конечно, и зимой в селе много работы. Работа сложная, но интересная и любимая. Ведь каждый выбирает ее сам. И наш сегодняшний герой расскажет о своем труде и о своем счастье. В селе Софиевка мы уже бывали, и именно поэтому решили вернуться. Места здесь весьма живописные, и остаются такими даже в крымское серое межсезонье. А еще здесь живут уникальные люди. И один из них – фермер Станислав Крышин. Кажется, для него нет ничего невозможного. Виноград в теплице и спеющая даже зимой клубника – дело привычное. Так что сегодня будем перенимать опыт и строить планы на весну, когда в Софиевке, одном из первых сел в Крыму, появятся первые фрукты и овощи. Я имею личное подсобное хозяйство, выращиваю персик, клубнику. В основном сейчас на клубнику делаю уставку. Черешня, малина. И я от клубники относился обывательски. То есть посадил, ждем, пока даст урожай и все такое. Пока не познакомился с одними интересными молодыми людьми из Женкоя. Вот они меня навели на путь истинный, так сказать, по клубнике. Значит, пришлось изменить отношение к ней. Были многие, много сортов у меня. Но в последнее время останавливался на таком сорте, как ханей. Он, так сказать, не капризный. Вот на данный момент, она до сегодняшнего дня, она вот еще цветет. Есть вот урожай. Можно попробовать даже. Зима. В Крыму зима, вы понимаете, да? Ну, клубника есть. Сорт этот новый в Крыму называется кабрильо. Очень сладкая. Ну, это ремонтантный. Сладкая. То есть она нейтрального светового дня. То есть плодоносит от ранней весны и до самых морозов. А если ей, например, создать условия зимой, да? Вот она и зимой будет плодоносить? Да. Вот это у меня теперь и задумка о том, что нужно уже делать, допустим, еще одну тепличку, которая, чтобы она функционировала и в зимнюю. Нашему народу надо витамины и зимой. Народ реагирует с осторожностью. В основном, чем всех пугает тот вопрос, чем вы ее кормили и где вы ее выращивали. У меня первую ягоду всегда, так сказать, пробуют кушать внуки, дети. Ну, и сам пробовал. Химии мы не применяем. У меня есть совсем другое стандартное отношение к нему. Перед посадкой вношу органику, перепахиваю, занимаюсь посадкой. Ну, обычно к первому маю она уже идет. Как возьмешь ее, ощущаешь ее и по запаху, и на вкусовые качества. Я всегда предлагаю людям, пробуйте, понравится, кушайте. Вот поэтому так и хочется вернуться сюда весной. Во-первых, попробовать первую самую сладкую и ароматную клубнику. А во-вторых, полюбоваться цветением персиковых и нектариновых деревьев. Их розовый и нежный цвет, пожалуй, один из главных символов весеннего Крыма. Персик – это розовый фламинго, беломякотный. Облочка розовая, очень вкусная. И, ну, немного не хватает сахара, потому как и для дебедников тоже надо. Такой сорт, как Red Heaven, довольно хороший, очень распространенный и востребованный сорт канадской селекции. Ну, его уже столько по Крыму. Большие персики какие? Да, очень большие и вкусные. Срок созревания у него, ну, конец июля, начало августа. Ну, и до середины августа он функционирует, радует. Очень-очень востребованный персик. В саду у Станислава Алексеевича персиков несколько десятков. И большинству деревьев около 20 лет. Многие могут сказать, что для капризного персика такой возраст уже проблема. Большого урожая не получить. Но опытный садовод нам сейчас расскажет, как можно персик омолаживать и как его правильно обрезать. Дерево должно состоять из трех-четырех скелетных веток. Вот, допустим, одна, вторая и третья. Веретенообразная. То есть крона должна быть. Не веретенообразная, а крона. И вот на этой кроне мы должны, значит, его так разложить, чтобы эта скелетная ветка имела доступ к солнцу сверху и с боков, допустим, когда идет. Обрезка должна поразводиться вот таким образом, чтобы веточки, они не затеняли друг друга. Разложить его таким образом, чтобы как бы он был похож на рыбий скелет. У нас здесь Салгир, а Салгир притягивает, вода притягивает морозы. И как бы, если 100 метров уже туда, к деревню, там уже теплее будет. Там уже теплее, да. Вот. И не так холодно. И у нас, как обычно, здесь, в моем месте, на 2 градуса холоднее, чем, допустим, в том же селе. Ну, а курием мы соломой, тюки соломой. Когда успеваем, а курием. Когда не успеваем, не курием. Софиевка расположена на левом берегу Салгира. Так что воды здесь много. И обилие влаги помогает собирать большие урожаи. Не только соседствующих с персиками стареньких черешин, но еще с малиной и ежевики. Их Станислав Алексеевич посадил совсем недавно. Правда, и тут нужно хорошо потрудиться. Воды много, но ее еще нужно извлечь из-под земли. К ничто не предвещало, что в этом железном саркофаге есть что-то ценное. Ну, вот здесь уже, так сказать, на зиму... Все спрятано. Да, спрятано на зиму. Сколько я электромоторов перепробовал, насосных. Для того, чтобы можно было заливать молодые саженцы, когда сад начинал расти. Довольно много перебрал. Я остановился на нашем советском БЦН, который 3,5 куба дает. И воды вот так. Плюс сейчас организовал полив такой, как бы, капельное орошение. Это вообще со шлангом не надо бегать. Если в ту сторону идти, там очень большие вот как раз черешни, да? Они тоже такие дамы, мне кажется, в возрасте. Хороший сорт. И сам за себя название говорит. Сорт крупноплодный. Ягода. Очень объемно и довольно поздно. Что тоже очень хорошо складывается в покупательском спросе. Но когда всю эту раннюю невкусную уже съели, хочется вот настоящей черешни. Нет, народ как только распробовал, в охотку пошел. И тут вот этот крупноплодный сорт. Она очень хорошая. Приобрел новый сорт ежевики. Ежевика называется начес. Ну, он уже не новый вообще-то, но для меня новый. Бесколючный, урожайный. Ну, на этот год уже, допустим, планирую собрать какой-то урожай. С него уже взял саженцы, вырастил. Вот на этой стороне буду замен, говорится, вышедших из строя деревьев. Буду садить ежевику размножать. Малина у меня, даже не знаю, как она называется. Мне друзья, друзья, так сказать, наградили этим. Она двухразовая. Ягода не так уж крупная, но очень насыщенный, сладкий аромат, сочная. Ну, и транспортабельная. Транспортабельная. Второй урожай в августе месяце. Теперь осталось только узнать, как растет виноград в условиях теплицы. Такой способ, кажется, не совсем традиционный для Крыма. Но за последнее время теплиц с виноградом становятся все больше. Вот мы первый раз видим, что в теплице растет виноград. Пока мы с таким еще не сталкивались. Узнал такое, что, значит, виноград тоже с клубникой дружит. Они не мешают друг другу. Решил посадить виноград. Был проблема в выборе сорта. На тот момент был очень востребованный сорт преображения. Сорт ранний. А в теплице он немножко раньше созревает. Где показать вам получше. Вот четыре рукава плодоносящих. Вот, 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 вот. Четыре рукава. Вот они происходили вот так. Один. Здесь вот другой. Весной же придется либо этот оставить, либо этот оставить. Пока охраняю обои. Весна покажет, какая почка сохранилась лучше. Вот органика. Положил, поливаю. Это все идет как бы естественным путем. Я стесняюсь спросить, откуда берете? Рядом пашут коровки. Привозим, заказываем, привозят люди. Самое лучшее проверенное. И растение возьмет то, что ему нужно. Лишнее не возьмет. Лишь бы не перестараться перекормить. Вот и все. В селе всегда складываются особенные традиции. И в том, чтобы им следовать, есть и свое удовольствие. К тому же, сама деревня дарит массу возможностей. Нужно только не полениться их использовать и найти собственный путь развития. Я работал здесь в совхозе Гвардейском в качестве кузнеца. Так и ушел на пенсию оттуда. Я попал в такой, сказать, перестроечный период. Понимаете? Когда был немножко развал этого нашего сельского хозяйства. Всем надо было, говорится, заниматься чем-то либо другим. Ну, мне пришлось сделать ставку на, говорится, занятия. Заниматься чем-то надо было. И так вот хотелось заняться именно этим персиком. И первое время было очень даже интересно и все такое. Ну, трудно было начинать? Трудно, трудно. Я не агроном. Мне в основном подсказывали агрономы. Интересовался у них, как было. Я первые саженцы сначала посадил косточку миндаля. Миндаль поднялся, а потом на него прививал. Понравился мне, допустим, тот персик. Я подходил, здесь был все в хозе Гвардейске. Походил, ленточку завязал. Все. Никому она не надо была, а мне надо было. Подошел, взял, срезал и сделали прививку с почки. Ну, наша продукция, конечно, крымская, самая лучшая. Вот. И мы стараемся ее, так сказать, таким способом. Прилавок и рынок. Прилавок, прилавок, рынок. Чтобы не происходило залеживание товара. Ко мне двоюродные сестры из Германии приезжали. И брали наш персик, довозили к себе за двое суток. И он был в прекрасном состоянии. Ну, трудности какие? Трудности у нас две. Вырастить и вторая реализация. Больше таких трудностей нет. Ну, конечно, помощники нужны для реализации. Вот мы с женой вбираем здесь и урожай снимаем. И сестра приходит помогать. Ну, внучок приезжает помогать. Вот так и выходим с таких трудностей. В другой раз я не замечаю, когда, какой день. Все интересно. Одна работа подстегивает другую. Хочется больше, как говорится, сделать. Больше, ну, реализовать свои желания, так сказать. В общем, времени на работу не хватает. Песню бы спел, да некогда, когда работа есть. Мы недавно выяснили, что в селах Кочергино и Ароматное Бахчисарайского района живут елки. Чудесные зеленые елки, сосны, туи, кипарисы и можжевельники. Живут и не боятся, что их могли срубить к новогодним праздникам. Потому что они живут в специальном питомнике. Где, если деревья и заберут, то только в новый дом. Посадят их во дворе или в парке. И будут они жить в окружении заботы и внимания новых хозяев. Быть может, только лишь иногда, вспоминая о старом хозяине. У нашего героя хвойное счастье только часть счастья. И мы расскажем об этом. А также о самом герое и его живых елках. Она же очень вкусно пахнет. И это очень полезно, вдыхать ароматы хвои. Они, естественно, выделяют фитонциды. Они освежают воздух всегда в хвойных насаждениях. Кажется, что легче дышится даже в зной. Я знаю, что одно предприятие хочет в наших можжевеловых лесах закачивать баллоны воздуха. Есть спрос на такой воздух в Китае. У них очень плохая экологическая обстановка. У больших городов. И у богатых людей. У них даже комнаты есть отдельные, в которые воздух поступает только с этих баллонов. Где они там находятся, дышат этим воздухом. Ну, будем помогать Китаю. Питомник вот 10 лет назад вот этот закладывали. Я еще в этом питомнике тогда был просто агроном. А потом так сложилось, что этот питомник перешел мне. Сейчас привожу в хорошее состояние. Размножаю эти растения. И уже закладываю молодые насаждения. Сейчас и сады закладываем. Персик, кизил, фундук сады. Я очень много хозяйства консультирую. Езжу по закладке садов. Но декоративный чем нравится? Тем, что красиво. Нет вот таких проблем, как с плодовыми. Что вот оно выросло, саженец. Его надо выкопать и продать. Если не продал, то уже на следующий год негодно. А декоративные саженцы, они растут потихонечку. Чем больше растения, тем оно дороже становится. Вот я же говорю, вот 10 лет питомник. Плодовые бы уже были непригодными здесь. Мы с женой вместе занимаемся. У жены КФХ. Мы получили грант. Купили трактор, купили опрыскиватель. И плюс к тому, что при закладке насаждений многолетних компенсируют до 80% затрат понесенных. Мы хотим тоже под эту программу заложить где-то около 50 гектаров нового сада. Старт любого дела начинается с малого. А вот у Романа получилось немного наоборот. Сначала появился питомник с уже почти взрослыми растениями. Но и теплица, где будущие деревья рождаются на свет, была поставлена довольно быстро. А рядом на склоне еще и молодой сад плодовых деревьев был высажен. Когда формируем растения, остаются череночки. Мы эти череночки высаживаем уже здесь на укоренение. Вот они посажены и в течение полугода-года они здесь укореняются. Потом мы их оттуда выкапываем и уже садим в горшочки на укоренение в коме земли. Вот эта вот вся система, она сейчас демонтирована. Система создает туман. Мы охлаждаем эти растения. Туман на них садится, потом вода испаряется. И они из-за этого охлаждаются. И не высыхают. И есть у них возможность укорениться. Это все можжевельники туи, да. Вот эта вот культура новая для Крыма называется азимина. По вкусу плоды, что-то такое смешанное, банан, киви. Намешано несколько вкусов. Некоторые говорят, вот в частности жена моя, что вкуснее фрукта никогда не пробовала. Справа тоже подвое черешни укореняем. Они к весне вот здесь, вот с пяточки, пустят корни. Мы уже пересадим в поле и будем уже в августе на нее прививать сорта черешни уже культурной. Это черенки ежевики, новые там современные сорта. То же самое, к весне корешки пускают, а к сентябрю уже будут саженцы. Эти вот растения год назад мы взяли из песочка, достали и посадили в пакетики. Вот они сейчас в пакетиках укоренились, развили корневую систему. И они готовы уже к посадке или в горшок большой, или в поле для выращивания большого растения. А это у нас накопитель, чуть повыше, водосбор. Воды там в нескольких местах немного. И мы с этих мест собираем и вот сюда, здесь ее накапливаем. И уже потом отсюда ее качаем с помощью помпы на полив. А здесь такая прям гористая местность, но это так и должно быть, наверное, да? Вот для саженцев так хорошо ли? Для саженцев хорошо. Для сада здесь плохо, потому что здесь часто заходят весенние заморозки поздние, в конце апреля, начале мая. И цвет часто попадает под заморозок и подмерзает. Но для питомника это не проблема. И наоборот, на маточных растениях нам по правилам надо убирать весь урожай. Он мешает расти черенкам, через цветки переносятся вирусы и болезни. Поэтому мы стараемся убирать и заморозок помогает. Здесь два пруда. Мы тут, собственно, и обосновались, потому что вода есть. Без воды питомник невозможен. Пруды в частной собственности. Здесь рыбалка частная, люди едут, отдыхают. Место, где расположены сад и теплица, почти сказочное. Уютная и тихая балка на окраине села Ароматного словно была создана именно для питомника. И то, что здесь есть вода, хорошо. Но еще здесь создается впечатление, будто мы оказались где-то не в Крыму. Вроде бы обычные холмы и лесные опушки. Но сад на Косогоре, хвойный детский сад, греющиеся в лучах зимнего солнца кошки, защитники территории от нападений грызунов, создают атмосферу, из которой не хочется уходить. Но мы все же вернемся к главному, хвойному лесу, в чистом поле, на окраине села Кочергино. У нас тут два вида сосны. Сосна обыкновенная и сосна австрийская. С фабрикой декоративных растений, с Донецка, у них крымской не было. Ну и как бы на наше счастье. Крымская сосна находится в Красной книге Российской Федерации. И из-за этого ее нельзя выкапывать, нельзя продавать обычным питомникам. Выращивать и что-то с ней делать могут только лесхозы Крыма. Это огромный титанический труд. Сколько гор делали террасирование. Это очень огромные вложения, которые может себе позволить сильное государство. Все вокруг нас, которые леса находятся, их не было. Это были какие-то там заросли, кустарнички отдельно растущие. Садили их более густо. А при разрастании им надо давать место, чтобы они друг друга не затеняли. Надо делать время от времени вырубки. Когда был переходный период, 14-15 год, здесь практически не было ухода. И они, видите, выжили, растут и себя хорошо чувствуют. Поэтому она тоже на уровне нашей крымской сосны, неприхотливая, засухоустойчивая. Хорошо себя чувствуют. Это можжевельник горизонтальный. Он такого цвета необычного. Он просто стелется по земле, не поднимается. И цвет у него – это зимняя краска. Летом он… Тут разные сорта. Зеленый или голубой. На зиму он становится… Такой буроватый, да? Буроватый, да. Некоторые сорта становятся красными, некоторые серенькими становятся. Он потенциально хорошая замена газону, там, где нехватка воды, где какие-то проблемные склоны. Ему практически не надо полив. А он устойчивый? Я не знаю, если там дети с собаками будут во дворе бегать, играть и будут на нем валяться. Ну, любое растение в меру устойчиво, но у него осталось еще есть хорошее. Во-первых, я хочу показать, как нелегок бывает труд агронома. Смотрите, какие у нас красивые комья грязи. Но это вообще не беда. Мы идем к елям, но мы прямо близко к ним не подойдем, иначе мы оттуда просто не вылезем. У нас еще по старой памяти советских времен голубая ель – это чем-то таким богатым, считай. Это роскошное дерево. Роскошное дерево, да. Поэтому вот их осталось совсем чуть-чуть. Люди приезжали, «Ух ты, елочка, давайте елочку, елочку, елочка». Вот этим елочкам уже по шесть лет. Здесь как бы изначально трудное место выбрано немножко. Жарковато. Жарковато все-таки. Это растение более умеренного климата. Но мы стараемся агротехникой поддерживать их, поливы давать. У вас, например, покупатель приобрел, и сколько лет может у него это растение быть и жить? По идее, он не дождется, пока растение умрет. Люди, скажем, менее долговечные. Да, люди менее долговечные. Эти растения проживут дольше. Нужно сказать, что это теперь хвойные деревья занимают в питомниках значительную часть. А начиналось все еще интересней, когда сам наш герой был еще подростком. И чем он будет заниматься в будущем, он и вовсе тогда не определился. Что я буду агрономом, решила мама. А уже в процессе обучения, на втором курсе в техникуме, я так полюбил эту специальность. А сейчас и вариантов других не вижу. Папа в колхозе был бригадиром, потом агрономом. В детстве я спал в контейнере с яблоками. Папа на работу брал, но, естественно, до меня некогда. Я залез в контейнер и заснул. Видимо, яблоки привили это направление. Я долго учился на паграномии, 11 лет. У меня начали техникум, потом университет, потом в аспирантуре диссертацию писал, именно по питомнику. У меня как-то всегда душа лежала именно к питомниководству. Первые саженцы я начал выращивать в 99-м году. Мне тогда 19 лет было. Старая теория о том, что если ты будешь заниматься любимым делом, то ни одного дня не будешь работать, для романа стала аксиомой. Ведь сложно считать работой то, что приносит тебе такое удовольствие. И понятно, что когда есть свое дело, когда есть рядом близкие, да еще и сам ты родился в деревне и любишь деревню, никакой город не принесет такого счастья. В отличие от городской жизни, в этом плюс или минус, не знаю, для кого как. Все друг друга знают, все готовы помочь. Ну, сплетни. Вот это, наверное, минус. Зато новости можно узнавать. Да, новости. Ну, конечно, когда живешь в собственном доме, когда у тебя есть участочек, это совсем другое. Это стимул физически жить. Люблю растения. Постоянно есть новое. Постоянно есть новые растения, новые сорта, новые технологии. Занятия в сельском хозяйстве не позволяют почивать на лаврах. Счастья в целом. Ну, конечно, чтобы близкие были прежде всего, здоровые. Чтобы мирно было, чтобы мы там душа в душу жили. Чтобы как бы не мешало ничего внешнего. Это как бы прежде всего. Ну, и, конечно, чтобы все были заняты каким-то любимым делом. Жене, когда нечем заняться, это трудная жена. А вот когда мы с ней вместе, я считаю, это самое лучшее. И мы приходим домой вместе с работы уставшие. Мы понимаем друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok